С трепетом и волнением артисты готовятся к выходу на сцену. В концертном зале Лобинского культурного центра собрались члены жюри из Министерства культуры Кубани, Краевого учебно-методического центра заслуженные артисты и работники культуры России. 19 сентября в Лобинске прошел краевой смотр творческих коллективов на подтверждение званий народный самодеятельный и образцовый художественный. В нем приняли участие 20 лучших самодеятельных коллективов города и района. Каждый претендовал на присвоение или подтверждение почетного звания. Один раз в три года происходит вот такой вот смотр творческих коллективов. Сегодня у нас собралось 20 претендентов на подтверждение и на защиту звания народный самодеятельный коллектив и образцовый художественный коллектив Лобинского района. Краевой смотр проходит по инициативе Министерства культуры Краснодарского края и дает оценку творческой зрелости каждого самодеятельного коллектива, работающего не менее пяти лет, достигнувшего высокого уровня творческой работы и исполнительского мастерства в вокальном, хоровом, театральном, фольклорном, инструментальном и других жанрах и направлениях. Учитываем технику исполнения, качество работ, художественный уровень. Так как это выполняют детки, стараемся строго не оценивать, но учитываем все. Тематика желательно должна быть народная, приближена к нашему краю, связана с традициями и продолжением традиций, чтобы не терялась связь поколений. Сегодня мы повторно защищаем звание образцового коллектива. Я представляю коллектив рукодельники. Это коррекционная школа, казенное государственное учреждение наше. Дети с проблемами в развитии. Ну, по крайней мере, мы изыскиваем в них потенциал, чтобы раскрыть творческие способности и возможности. А еще мы занимаемся этнографической работой. У нас и изыскательная работа ведется. Сегодня у нас представлены работы Критской и Просине Афанасьевны. Работы от 1907 года на рождение. Работы, заслуживающие внимания Министерства культуры. Брали у нас на экспозиции вывозные Министерства культуры этой работы. И новая экспозиция. Это Софья Антоновна Соловьева. Среди коррекционных, 50 коррекционных школ края, единственная образцовая есть студия в нашей школе. Ну и кроме этого, для культуры, наверное, тоже престижно. Потому что сразу открывается дверь. Мы участвуем в кубанском казачке, мы участвуем в адрес детства Кубани. Это краевые фестивали. В этом году мы участвовали во всероссийском фестивале многожанровом зимний колебиоскоп. У нас у меня два лауреата деток. Так что, в общем-то, это определенные возможности открывает нам. В образцовой студии «Марья искусница» дети занимаются плетением из джутовой нити. Азы народного искусства им передает руководитель Светлана Сидорова. Детки у меня с 4 до 13 лет. Поэтому работы у нас, конечно, больше нам, ну как бы, в таком народном стиле мы стараемся. Из народных материалов беревочка, фетр шьем, вышибаем. Ну то, что смогут детки сделать вот такого возраста маленького. Ну они стараются. Народный военно-исторический клуб «Богатырская застава» насчитывает 26 участников, от 12 до 25 лет. Ребята вместе с руководителем занимаются изготовлением доспехов и вооружения воинов различных эпох и наций. Проводят реконструкции исторических боев. Дети делают как можно больше доспехов. Дети узнают как можно больше об истории и своей страны, и не только своей. Плюс еще мы выступаем на различных мероприятиях города, района, края и даже выезжаем в Ставрополь и Ростовский. Лобинский район богат талантливыми исполнителями, которые представили перед членами жюри свои творческие достижения. Краевые эксперты высоко оценили деятельность коллективов и по итогам смотра звания «Народный самодеятельный» и «Образцовый художественный» присвоены и подтверждены всеми участниками. Снегистр어�ов-соценили из Đị does Пора, пора, путь дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом Смахнущим лепленым тебе плывом. Пускай шипа забросит нас далеко, Пускай ты в стерзь, только никого не допускай. Среди будут срока, И сверху видно все, ты так и знай. И белая птица взлетит над землей, И Божье прощенье с небес принесет. И что-то большое откроется сердцу, Такое, что жизнью твоей не объявляет. И станет спокойно, И станет спокойно, И станет спокойно, И сладко там в детстве, И тогда отнимала меня моя мать. В Лобинском выставочном зале 13 сентября открылась краевая передвижная фотовыставка «Земля и люди». Эта выставка проходит в целях сохранения и развития любительского искусства, повышения роли фотоискусства в нравственном и гражданско-патриотическом воспитании населения, формировании у подрастающего поколения уважительного отношения к истории своей страны, района, края, традициям и обычаям казаков Кубани, пропаганды традиционной культуры народов, проживающих на территории Краснодарского края, выявления и поддержки талантливых фотографов, обмена опытом и укрепления творческих связей самодеятельных фотохудожников, привлечение внимания подрастающего поколения к любительскому и профессиональному фотоискусству. В работе выставки принимают участие 95 фотолюбителей, профессиональных фотографов и фотожурналистов, фотоклубы, фотостудии из 26 муниципальных образований Краснодарского края. В экспозиции можно увидеть работы, посвященные 80-летию образования Краснодарского края, сельские пейзажи, портреты кубанцев, культурные, семейные и национальные традиции. С августа по ноябрь краевая фотовыставка побывает в шести муниципальных образованиях края. В Курганинском, Лобинском, Новокубанском, Гулькевическом, Усть-Лобинском районах и в городе Армавире. В выставочном зале Лобинского городского поселения фотовыставка «Земля и люди» продлится до 30 сентября. Редактор субтитров А.Семкин